В округе прошла военная спартакиада, посвященная 75-летию Великой Победы. Юные армейцы испытали себя на полосе препятствий и огневых рубежах. Старт! Поехали, поехали, поехали! Подтягивайте пять раз! Для отряда «Барс-1» это первые военно-спортивные соревнования. Год назад ребята вступили в ряды юноармии. На спартакиаде, посвященной 75-летию Победы, кроме проверки физической подготовки, юные армейцы демонстрировали оказание первой помощи и соревновались на огневых рубежах. Условия приближены к боевым. Нормативы жесткие, штрафы строгие. Прошли все за 18 минут. Для первого раза, я считаю, вполне устраивает. Мне все понравилось. Самое обидное, что не получилось, что это в медицине одна маленькая ошибка, которая привела к штрафному баллу. В остальном, ну, я доволен. Мне нравится движение юной армии. Она подготавливает к взрослой жизни, к службе в армии, воспитывает в людях командный дух, сплоченность. Протестировать армейскую подготовку собрались 7 команд из разных уголков округа. Все спортсмены – ученики 9-х, 10-х и 11-х классов. Среди желающих не только парни. Обязательное условие для участия – наличие в отряде минимум одной девушки. Вы знаете, мы очень давно занимаемся этим, более 10 лет. И в последнее время это стало очень популярно. Ребята хотят, ребята, что самое главное, здесь именно та аудитория, которая хочет. Здесь нет никого, кого пригнали специально. Соревнования и подготовка к сборам проходили на базе 41-й гимназии. В течение двух недель перед спартакиадой ребята осваивали теорию и практику армейского ремесла. Учились метать гранаты, собирать и разбирать автомат Калашникова и оказывать первую медицинскую помощь.